Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Сейчас я собралась сходить в магазин. Пойдемте вместе и посмотрим, что там интересного продается. Сходим в несколько магазинов. Зайдем в те магазины, которые у меня рядом с домом. Пойдемте. Вот тут у нас машины прямо заезжают. Ставят где хотят, где могут, так и ставят машину. Продолжение следует... Я поднимаюсь на второй этаж. Меня интересует сначала все, что на втором этаже у нас есть. А конкретно что? Сейчас покажу вам, девочки. Девочки, вот мы говорили как-то об отпаривателях. Вот стоит точно такой же, как у меня отпариватель, только беленький. У меня оранжевый. Сколько стоит? 1620 рублей. Очень удобная вещь. Не наденьте его, он не кусается. Я вам дома покажу, как пользоваться. Есть еще вот такой с щеточкой на конце. Ну, щеточка это, в общем-то, и не обязательно. Ну, тут емкость чуть-чуть побольше. У меня маленькая емкость устраивает. Зато он легенький. Девочки, кто спрашивал про отпариватель, я вот вам хочу сказать. У меня такой отпариватель. Вот здесь буквально на пол-литра воды. И вот сейчас мне пришла одежда. Вот из василька я буду как раз отпаривать. Ну, если одежда не сильно смятая, так вот немножко, да, то этот отпариватель вполне. Ну, я обхожусь им и утюг крайне редко достаю вообще. Вот, я его сейчас включила. Водичка нагревается. Вообще такой простой, знаете, вот он как чайничек. Только у него носик вот такой, видите, с дырочками, да. И все. Сейчас вода закипит внутри. И пойдет пар. И я начну отпаривать. Вообще такие отпариватели можно найти в маленьких магазинах хозяйственных. Там вот, например, у нас вот этот вот тоже универмаг, который эконом. Там я видела два чайничка. Один из них, по-моему, такой, как у дочки. Я вам показывала, когда обзорчик вот в этом универмаге. Вот можете посмотреть. А в больших магазинах, типа МВидео, Альдорадо, там таких нет. Ну, вот водичка закипела. Вот, вы видите, пошел пар. И вот я начинаю вот так вот отпаривать. Воды немножко много налила, вот у меня капнуло. Но оно высохнет, это ничего страшного. Вот такие вот складки, как видите, да. То есть они не сильно смяты, это не после стирки. Хотя после стирки тоже просто дольше приходится отпаривать. И вот эти складочки отпариваешь, все. Он легенький, висит он немного такой ручной. Ну, удобная вещь, хочу вам сказать. Мне нравится. Чем доставать утюг, стол там для утюга приготовить. Ну, целое дело, да. А это раз, вот такие складочки небольшие. Отпарила, разгладила. И все, все окейшки. Так, что у нас тут хорошего еще? Сковородочки теперь тут поставили. Они были в другом месте. Так, ну этот отдел до сих пор закрыт. Посуда, сковородки там. Вот там дальше, вот уже те наволочки, которые мы тогда хотели посмотреть, да. Сейчас я спрошу у продавца. Девушка, а у вас этот отдел до сих пор закрыт? Можно заходить туда? И наволочки тоже можно посмотреть? Ага, хорошо, спасибо. Так, очень хорошо. Ладно. Сковороду я хотела купить здесь, но я купила ее в магнит-косметике. Поэтому, собственно говоря, сейчас посмотрим. Есть такая, которую я брала как-то. Давно была у меня хорошая сковорода. Нету. Ну, она хорошая была. Сотейник у меня, если помните. Ну, там у меня дно немножко испортилось. Видите, сколько у нас тут всяких нужностей продается. Пластиковая посуда. Что тут мне нужно, может быть, не нужно. Интересный уголочек такой для зубных. Еще так, наверное. А может быть, для ложек вилок. В угол поставил так. Кстати, кстати. Надо подумать, сколько стоит. Так, что тут цена? Паечки надо одевать. Ладно, пойдемте дальше. Так, это чехлы для гладильной доски. Досок, видно, это остатки остались. Не подвозили, видно, новый товар еще. Вот здесь вот куча покрывал разных цветов. Есть какие хотите. Пледики, покрывалка, коврики. Где-то тут, где-то тут я тогда смотрела наволочки. Ну вот, кстати говоря, вот наволочка для подушки. Ну, эта подушка, наверное, 50 на 50, скорее всего. Вот у моей дочки, по-моему, была что-то такая наволочка. Вот есть такого цвета, сиреневая. Есть такого цвета. Есть черная. Вот кто интересовался, девочки, стоит она 120 рублей. Такая наволочка. Да, что-то маловатенький сортимент наволочек. Раньше был очень-очень большой. А, ну вот тут такие еще есть. Это льняные, наверное, ткань, лен, скорее всего. Ну и вот такие вот, такие вот расцветки. Потом здесь вот такая ткань, это синтетика. 300 рублей перечеркнуто, сколько стоит, сейчас не знаю. Ну, в принципе, они где-то в районе 200 рублей, так 180 могут стоить. Ну, вот такие. Вот это вот 40 на 40, по-моему, размер будет. Такой расцветочки есть еще. 100 рублей. Такой вот мультяшный. Так, ну и что, есть еще или нет? Это вот на стул такое, мягкое сидение. Поролончик внутри, наверное. Есть вот такое вот. На табуреточку надел. Надел на табуреточку. Тоже мягенько. Класс. Класс. Мне нравится. Так, ну тут пледики, пледики. Вот такие подушечки есть. Вот эта подушечка смайлик. Ну, я как-то смотрела этих смайликов. Мне нужен смайлик, если брать. Но прямо очень-очень веселый, чтобы он прям улыбался. Ну, это, видимо, остались смайлики. Но я даже когда приходила, когда их было много, все равно, я не встретила такого, который прямо улыбается смайлик. Поэтому не взяла. Вот такие подушечки автомобильные есть. Сердечки. Что еще там? Посуда. Подушечки. Так, ну мы еще хотим посмотреть какие-то... Ну, вот это вот, это чехлы. Это чехлы на стулья. Вот такие сидушки, как чехлы на стулья. Так, а это что? Это просто такие вот клееночки, но они небольшого размера. Они где-то 50 на 50 вот такой размер. Есть разные картины вот такие вот на стены. Выбирайте на любой вкус. Полотенчики. Ну, сейчас я смотрю, полотенчиков стало намного меньше, чем было до карантина. Ну, и сразу я понимаю, что, конечно, нету нового завода, потому что завоза, вернее, нету нового. Потому что их было очень много. Был огромный-огромный ассортимент. Вот, ну и тут полотенца есть уже такие большие, банные. Дальше постельное белье. Постельного белья, конечно, очень много. Вот тут еще есть. В общем, разный-разный такой есть выбор. Кастрюльки. Вот посуда здесь такая. Посуда здесь такая. Вот, есть вот такие, кстати, комодики пластиковые, симпатичные. Тут кастрюли от мала до велика и отдельные, и наборчиками. Кепочки есть. Кстати, такие вот кепочки. Похожи на такую кепочку, только немножко другая надпись. Как раз то, что я дочке отдала. Может купить, примерить. Хотя я кепки, в общем-то, я не ношу. Зачем она мне нужна, я не знаю. Вот такая есть. Ну, ничего так вроде бы. Ну, а тут уже мужская одежда пошла. Это этаж. Вообще большой этаж. Много мужской одежды, обуви. Любой обуви. Какой хотите. Домашние вот тапочки, сандалики, всякие разные. В общем, недорого все. Самое главное, тут можно прекрасно приодеться. И недорого, и дешево, и неплохие довольно-таки вещи есть. Симпатичные. Которые шьют у нас, ну, Туркменистан, Армения, я не знаю, Узбекистан. Такие вот производители. И цена недорогая. Я джинсы покупала в этом магазине. И куртки, вон, кожаные. Разные-разные. Ну, сколько всего. Спортивные костюмы. Да все есть. И сумки вон есть. Такие большие, дорожные, спортивные. Какие хотите. О! И кроссовки. Вполне даже, очень даже неплохие есть кроссовочки. Такие вот. Они сделаны под фирму. Но стоят значительно дешевле. Футболочки. А джинсов сколько? О! А обуви сколько? Ой-ой-ой. Сколько обуви? Да. Тут вообще. Просто очень-очень много рядов. И сколько всяких джинсов. Смотрите. И маек висит. Я не могу. Очень большой ассортимент. Мне нравится этот магазин. Я считаю, что если вещь хорошая, хорошо сшита, хорошую ткань имеет, не обязательно прямо уже брать какую-то там фирму дорогостоящую. Зачем она нужна? Можно прекрасно одеться в таком магазинчике. А купальники. И детские есть. И взрослые. Сумки. Дорожные сумки. Видите, какой ассортимент большой. И чемодан. Так, ну тут у нас пошла уже женская одежда. На этом этаже я спустилась вниз. Игрушки. Ну, игрушек стало что-то поменьше. Но все равно есть какие-то игрушки, игры. Тут у нас детская идет. Панамочки. Чешки даже есть. Детские платьички висят. Тапочки домашние. Во сколько всего. Детские бриджики. Мне эти бриджики нравятся, кстати. Вот такие бы взрослые были, я бы взяла. Но это маленькие размерчики. Так, детская у нас справа. Женская у нас там слева. Халатики. Я смотрю, тут даже некоторые есть футболочки с такими рисунками. Но они скопировались с фирмы, конечно. Ну и тем не менее. Зато дешевле стоит и трикотаж настоящий. Так, ладно, пора выходить из магазина с этого. Ничего я здесь покупать не буду сейчас. Вот у нас тут, видите, все, обувь всякая разная. А вот женские кепочки. Ну их много, здесь полно. Вот такие вот они цветастые есть. Просто шапочки от Солнца. А есть вот со стразами. Ничего себе крутая какая шапка. Супер. 350 рублей стоит всего лишь. Правда симпатичная. Мне нравится. Я бы взяла, но мне по возрасту она не идет. А вот такие, смотрите, розовенькая, беленькая есть. Тоже вот прикольненько, да? Смотрите, как сделано. Красивые, недорогие вещи вообще. Класс. Такие есть. С вышивками. Вот красиво сделано. Да, кепочки, конечно, прикольненькие здесь. Прям не знаю даже. Во какая. Красота. Красота. Сколько стоит? 200 рублей. 200 или 250. Очки не хочу одевать. Зато здесь сколько вышивок. Сколько всего я не могу. Вот это. Прям на сцену делай. Прям можно на сцену выходить. На эстраду. Петь. Просто интересно, сколько стоит вот эта вот, где ее ценник. 300. 300 или 380, плохо видно. Так, здесь вон набит рисунок. Вот такой вот, блестященький. Трикотажик. Да, есть хорошие вещи. Тут походить, повыбирать. Есть из чего. Вот тоже. Класс, да? Мягкая такая ткань, трикотажная. 340 рублей стоят. А шортиков сколько? Хоть сейчас иди на пляж. Сумки всякие разные есть. Ну, тоже под фирму сделаем. Да, прикольненько. Ну, вот такие блузочки тоже есть. А вот сарафанчик интересный. Сколько он стоит? 839 рублей, да? Здесь он сверху вязанный. А тут вот внизу котон. Ну, такой мягкий котон. Ну, это же как-то вот прикольненько. Мне кажется, это модно. Ну, тут еще и верхняя одежда есть. Она, в принципе, круглый год тут есть. Всякие разные шорты, штаны, брюки, джинсы. Разные есть. Вот такие вот я люблю, когда много карманчиков. Прикольная ткань. Интересная ткань. Ну, котон какой-то, котон. Кука стоит. 1219. Ну, приемлемая, собственно говоря, цена. Есть темные тоже с карманами. Вот цвет хаки. Стоит 1069 рублей. Ну, и опять-таки полно джинсов, где я покупала. Как раз вот здесь именно я выбирала себе свои джинсики. Вот кайф. А, кстати, вот они раздевалочки. О, как я сегодня выгляжу. Видите? Это нам не Василечек. С кармашками. Вот так решила сегодня одеться. Вы видите, селфи-палка, да? У меня телефон на селфи-палке. А дочка, кстати, пообещала мне этот стабилизатор отдать. Сказала, дам тебе, только его надо настроить. Понятно? Вот так. Вот какая сумочка прикольная, да? Вот такая есть. Я не пойму, сколько? 910 рублей стоит. Здесь как замша. Но очень прикольно сделано. На кнопочках, на магнитик. Да, симпотно. Так, ну все, девочки. Куча духов, полно. Всяких духов. Водеколончиков, заколочек, резиночек. Все, я пошла на выход. Так, я смотрю, у нас тут как раз на улице палаточка есть. Помидоры розовые 120. А вот это бычье сердце. Вообще 90 рублей стоит. Классные помидорчики такие. Малина стоит 200. Вот там еще есть, естественно. Абрикосы 200. Нектарины 200. А вот такая черешенка крупная, 330 рублей. Мама, вкусная, вкусная. Есть по 250? Вот там есть. Вот. Очень даже хорошие. По 250 черешенка. И потом данные все. Классная. Огурцы 75. У нас даже арбузы уже есть по 40 рублей. Ну, прекрасно. Так, 60 рублей. Это одна штука. Вареная кукурузочка. Классно. Девочки, вот я сходила в магазин экономный. Хочу вам сказать, что вот как ленточки были натянуты еще в карантин, так и до сих пор натянуты. Там, где постельное белье, наволочки и посуда, почему-то ленточка натянута. Почему? Я не знаю. Я так понимаю, что им еще не разрешают торговать вот этими товарами. Хотя уже все везде, наверное, пооткрывалось. Но в любом случае у нас рядышком есть магнит-косметик, где можно продать, покупать и скатерти, и посуду, и сковородочки, все, что хочешь. В общем, нету логики. Где логика, не знаю. Магнит-косметик работала все время, весь карантин. А здесь до сих пор еще не открыли вот эти отделы, непонятно почему. Девочки, я зашла в магазин «Магнит» и хочу посмотреть, есть ли здесь вот такие вот десертики. Так, вот пирожные, пирожные торты. Так, я не вижу этих десертиков. Нет, наверное, нету. Ладно, будем искать. Девочки, я выхожу из «Магнита» и сразу захожу в «Пятерочку». В «Магните» десертов таких нету, ни одного. Вообще вот этой фирмы, которую я вам говорила, нету ни одного. Сейчас посмотрим, как здесь у нас с этим дела обстоят. Так. Кто-то мне написал, что нет, в «Пятерочке» их просто нету. Это вы придумали. Ничего я не придумала. Вот они лежат как раз тут. И сейчас я хочу посмотреть, что здесь есть, какие есть, а каких нету. Видите, какие разные. Так, сейчас я глаза одену, очки, то есть одену. Тут, кстати, есть тортики тоже вот такие. Вот это вот пломбир, тортик-пломбир. Очень любопытно мне вообще, из чего он сделан. Так, ну что у нас тут есть? Я смотрю по ценникам, два ценника есть. Пирожное тирамисо, 46,99, пирожное творожно-ягодное, стоит 69,99 рублей. И что? И что, и что? Вот Наполеончик. Я вижу сразу, что это Наполеончик. И он, наверное, тут лежит один. Вот Наполеон. Я его забираю. Так, а это что у нас? Пирожное. Арахис. Ну, арахис, честно говоря, вот я вижу, наверное, там паста арахисовая. Ну, сам по себе арахис я, в общем-то, не люблю. Поэтому я арахис не буду брать. Вот творожно-ягодное. Я такое брала уже. Это арахис тоже. Так. Вот тирамису, наверное, надо взять, попробовать. Ну, дочка говорит, вкусно. Я еще не пробовала тирамису. Боже мой, куда моя диета девается? В пропасть вся диета уходит. Так, ну и что тут еще есть? Что тут есть? Это тоже арахис. Ну, все, больше другого ничего пока нет. А из тортиков вот этой вот фирмы только-только вот этот... А, еще есть вот панчи. Вот я вам показывала, да, снимала панчи. Вот она. Вкусный. Очень вкусный. Так, а это... Это похоже, что тоже пломбир. Пломбирный заливной. Видите? До 1 июля срок годности. Может взять его тоже, я не знаю. Ой, вкуснятина. А, кстати, вот еще такие десертики есть. Это пирожная картошка. Но я пирожная картошка, честно говоря, не люблю. Это все делают в Карачаево-Черкесии. Черкесский город. Так что я, девочки, в пятерочке, если кто сомневается. Ну что, мои хорошие? Набрала я, как всегда, сумки. Ну, все, иду домой. Сейчас я вам покажу, что я там купила. Так-то ничего особенного. Ну, кое-что прикупила. Сейчас посмотрим. Ой, душно, как на улице. Дома сплит включен. Так классно дома. Дома хорошо. Ну, все, девочки. Я пришла с магазина. Зашла в магнит. В магните взяла семгу. По 159 рублей. Это по акции. Ну, это у кого карточка есть. Взяла вот такой вот попробовать легкий йогурт. Яблоко, тыква, лен, там яблоки. В общем, я такой пробовала наподобие. А, я пробовала вот такой. Но это я взяла уже вот в пятерочке активе. Пробовала наподобие такой. Только там не дыня была, а там чия была, лен был, клубника-земляника. Ну, вообще очень такой вкусненький. Так, ну, в магните я взяла хлеб. Взяла вот такое молочко. 750 миллилитров. Мне литр много. Вот. А в пятерочке я взяла активию. Взяла два вот таких наполеончика. У них срок годности до 1 июля. Так что у нас до 1 июля еще, ой-ой-ой, как много времени. Вот. Ну, панировочные сухари взяла, потому что я собираюсь сделать отбивные. Кто-то мне говорил, отбивные вам зачем. А потому что я их люблю. Почему бы и нет. Вот. Еще я зашла в мясной магазин. Взяла мякоть свинины. Свинина 159 рублей у нас мякоть стоит. Вот такая цена. И как раз вот из этой свининки я повырезаю себе отбивные и кусочками прям заморожу. Еще я взяла черешню. Почем там по 250 рублей. Ну, вот такая довольно крупная и она очень сладенькая. Там еще была по 330. Я спросила, в чем разница. Просто разные сорта. Но меня вполне такая же черешня устроит. И вот такие помидорчики. Это бычье сердце, да, у нас такие помидоры называются. Ну, форма сердца. Вот. Помидоры, ой, уже не помню сколько стоят. 90 что ли? 90, по-моему, стоят помидоры. Ну, вот и все, что я купила, девочки. Все, мои хорошие. Я что-то запарилась, замаялась. Там на улице такая жарища. Я прям не могу. Я вся мокрая. Домой зашла, у меня сплит включен. Хотя я его ставила на сколько? На 25. А, у меня на 26 стоит. А я смотрю на градусники 27 в комнате. Сейчас поставлю прям на сильное-сильное охлаждение, чтобы здесь было в комнате не больше 25 градусов. Тогда я буду чувствовать себя комфортно. Вот. Снимаю на селфи палку. Потому что я на улице снимаю на телефон. На телефоне мне удобно снимать. Но там нету, знаете, как на камере у меня бывает фокус вот так вот гуляет. Поэтому, когда я что-то в магазине снимаю, я снимаю на телефон. Мне так удобнее. Ну, и уже заодно пришла. Думаю, ладно, сразу покажу вам покупочки. И уже на телефон, чтобы сразу все уже скачать и все это монтировать, решила уже сразу вам все показать. Так что вот так, мои хорошие. Кстати, девочки, если кого-то интересует, что у меня сейчас за прическа. Я голову мыла вчера и укладывалась вчера утром. Но вчера у меня как бы было вроде бы уложено так, как нужно, да. А утром я проснулась. У меня сегодня вот так вот заворачивается. Как-то вот кучери какие-то заворачиваются. Я так посмотрела, думаю, а что, стильненько, прикольненько. Похожу я так. Мне, например, так нравится. Даже как-то озорно, озорно выгляжу. Кому нравится вот так вот, когда... Но я специально так делать не буду. У меня и не получится, наверное. Вот. Ну, видите, волосы вьются от жары. И они у меня сразу начинают кучерявиться. Поэтому так вот я и выгляжу. На этом я хочу видео свое закончить. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok